Окей, YouTube, это первый полноценный выпуск InGames, я учёл все ваши предложения, советы, критику и добавлю немножко графического оформления в этот ролик, но я говорил, что тот был пилотным и только не изменится одно, освещение. Ну, знаете, тут ночью у нас светлее, чем днём, да. Ноябрь. И снова я с вами не поздоровался, но вы уже привыкли, но здрасте. Так вот, что изменится? Вы говорили то, что не хватает графики, оформления и прочего. В общем, когда я буду говорить о какой-то игре, будет появляться логово на экране, это всё понятно, вы увидите. А также, если я буду говорить о какой-то игре, которая немного вам незнакома, скажем так, допустим, если это не Call of Duty, Fallout и так далее, я пытаюсь писать графический стиль или какой-то геймплей, то вы увидите немножко ролика, допустим, какого-нибудь трейлера, какие-то нарезки, обрезки и прочее на фоне того, что я говорю. Но если это Call of Duty, опять же, Fallout или какой-нибудь Assassin's Creed, я думаю, в представлении он не нуждается, вы знаете, что это такое, поэтому зачем переводить на него лишнее время и видеоряд, так ли, да? Так вот, во всём по порядку, будет тут достаточно дохрена крупных релизов и ре-релизов, и вообще, я отобрал из них самые интересные и расскажу, что я думаю по их поводу. 2 ноября, в понедельник, выходит Sonic Lost World на ПК. Это бывший эксклюзив View, который не самый лучший в плане дизайна, который не самый лучший в плане механики, хотя хрен его знает, может быть, на ПК что-нибудь переделали, я не знаю, это более отзывчивое управление, может быть, 60 фпс. Но если вы, допустим, хотите узнать, что это такое, то эта игра вышла 2 года назад, она явно не лучшая в серии Sonic, и вообще поэтому, если вы вдруг сомневаетесь в том, стоит покупать, играть или нет, у меня есть прохождение Sonic Lost World на View, оно вам рассказывает больше и подробнее даст информацию, чем если я сейчас буду говорить вкратце. Там, в этой игре, есть перемешку 2D уровней, 3D уровней, и в целом она не очень понравилась, бесила местами. Но с пивом потянет, особенно фанатам Соника, хорошо зайдет это получше в прошлогодний Sonic Boom, который, наверное, тоже издадут через год, потому что View ее просто не держало. На View она глючила, фпс очень сильно просветал по 7-му. Соник Boom просто-напросто было не очень неудобно играть на View. Вот хрен его знает, может быть, вскоре появится на ПК. Посмотрим, почему именно выходит на ПК. Видимо, самое дешевое издание из всех возможных, и не нужен никакой издатель и так далее. Денег нужно меньше тратить, или только в цифре выпускают. Но это еще может означать то, что порт будет говеным, поэтому, да, чекните, если что, где-нибудь контент-фу по поводу того, насколько хорошо запускается эта игра на разных системах. Ну и затем мы с вами переходим к более серьезным играм. 3 ноября выходит аж два проекта для различных масс игроков. Enno 2205. Это, если кто-то не знает, градостроительный симулятор от Ubisoft, в котором вы можете создать на Земле лунопокорительные платформы, отослать их на Луну, там исследовать различные пространства, добывать минералы, отослать их обратно на Землю. В общем-то, понятно, те, кто играли раньше в разные издания Enno, эта игра зайдет. Но вот что делать там, допустим, первобытному человеку, да, первобытному в плане знакомства с играми Enno, я без понятия. Посему... Вот я смотрел ролик, когда я его показывал на E3, такой, ну хорошо, ну полетим на Луну. А чем вы меня привлекаете строить города? Так я это еще в 2000 году в Цезаре в каком-то делал, в Цезаре 4, или как он там назывался, или в Фарлан... Нет, не в Фарлан. Не знаю, я в общем, что там как-то Цезарь называлась игра. Вот я к ведуке там устроил и так далее, а тут... Ну хорошо, отошлюнул. В чем, как бы, фишка вашей игры? Ну вот, хорошо. Графонисто, конечно, да, может быть какие-то расширенные возможности, но... Зайдет ли она вам? Без понятия, я бы советовать, если я сейчас на не стал. А вот NFS 2015, который сложно назвать как-то по-другому, потому что он называется просто Need for Speed. А у нас Need for Speed'ов уже вот столько. Почему бы не придумать какое-нибудь другое название? Я вообще не понимаю. Почему? Почему всякие релизы, вот, допустим, Doom выйдет? Почему Doom, который выйдет скоро, да, не назвать Doom 4? Что в этом такого? Как будто мы не знаем, что это Doom 4, да? Как будто люди не имеют интернета, да? Да, если кто-то вдруг не смотрел Need for Speed, то... В общем, многие люди говорят, что эта игра сильно напоминает Underground. И вообще, разработчики из Ghost Games, которые два года назад выпустили последний Need for Speed, Need for Speed Rivals, и он был абсосным ужасно. Он глючил, у него был лог на 30 FPS на всех платформах и прочее. Он был просто отстойным. Говорит, то, что от всех этих минусов избавились, игру привели к виду такому, который мы с вами любили видеть в Underground. Если еще будет шикарный саундтрек, будет вообще круто. Но поживем-посмотрим, от меня будет Alien View. Если что, как минимум, посему... Да, Need for Speed выходит 3 ноября только на PlayStation 4 и Xbox One. Версия на ПК задержится до весны 2016 года. Знаете почему? Потому что разработчикам нужно, видимо, дополнительное время... Сколько там, получается, если до весны... Месяцев 5, получается, да? Чтобы снять лог на 30 FPS. Не, ну если, в принципе, они выпустят игру так же, как бы это на Нархарнайт, на нахренной коммунизации, так что пусть они лучше посидят там 5... Правда, через 5 месяцев она никому нахрен не сдаться на ПК. Но это ладно. То есть они сами себе убивают продажи. Хорошо, там через 5 месяцев будет столько вот так вот игр, что никому не будет дела до НФС. Ну ладно, это Electronic Arts, это их дела. Видимо, им насрать на Origin вообще. Видимо, они такие... Ну, тут есть Battlefront, все купят Battlefront, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Но это уже тема другого выпуска, следующего выпуска. 6 ноября выходит наш с вами любимый Call of Duty Black Ops 3, который я жду и хочу сыграть. Это лучшая игра на свете. Да. А если серьезно, без сарказма, то там будет, как обычно, кампания, мультиплеер и зомби-режим. Вот единственное, что из всего этого интересует, мне интересует зомби-режим и оптимизация. Вот интересно, оптимизацию они вот такую сделают или нормальную, как бы? Потому что в прошлый раз это было просто отвратительно. Это было просто абсурсно. Я не знаю, как такое вот дело можно вот с таким вот графеном выпускать, когда вот есть, допустим, безумный Макс с открытым миром, да? Красивненький, когда все вокруг взрывается и так далее, идет, который у тебя в 70 PS на Максе. А тут, в общем, ты такой стоишь и смотришь в картинку 2005 года, которую ты видел в Call of Duty Modern Modern Warfare 1, и ты не понимаешь, какого хера вы оптимизацией вообще занимались, и люди говорят, которые в бету сыграли, но бета не показатель, еще раз говорю, тем более, что 3 месяца прошло, и там могли играть в казанистях, то, что выглядит все просто отвратительно, и вообще мультиплеер... И я, если честно, не знаю, на кого сейчас нацелена вот эта вот хрень, которую выпускает Activision. Ну, не хрень, игра, скажем так, но так как она меняется из года в год почти, то это как бы хрень, скажем так. Ладно, не хрень, хорошо. Для меня хрень, для кого-то нормальная, да? Я имею только мультиплеер. Ибо на разных платформах есть разные сейчас игры, которые более увлекательные, допустим, Xbox One имеет Halo 5, PlayStation 4 имеет... А что там есть из мультиплеера? Ну, а Charter 4 выйдет, хорошо. Хотя на PlayStation 4 будут эксклюзивные дополнения, или на месяц они раньше будут выходить для Call of Duty Black Ops 3. На ПК есть куча, масса игр, которые вот так вот заполонили уже весь интернет. В общем, мне не понятно, кого целится, если честно, мультиплеер, Call of Duty Black Ops 3. Но! Зомби-режим там будет теперь с прокачкой, сюжетной линией и так далее. Наконец-то! Наконец-то они довели его до ума, надеюсь, что довели до ума. И вообще его нужно продавать отдельно. Я бы сразу же купил стенд-алон Call of Duty Black Ops 3 Zombies. И купил бы DLC всех. к нему, потом уже DLC клёвые выпускаются. А покупать, допустим, если вы покупаете полноценную игру ради зомби-режима, а потом покупаете все DLC, да, допустим, к нему, то в каждом DLC есть одна зомби-карта. Но вместе с ней идёт там по 3-4 мультиплеерных карт. А вам мультиплеерные карты не нужны, вы даёте лишние деньги. Я бы взял, допустим, за 20 долларов какой-нибудь зомби-режим и за 10 долларов Season Pass. Всё, easy. Но нет, Activision не будет так делать. Я не знаю, почему до них до сих пор это не доходит, но они бы сделали дохрена денег, но нет, но нет. Мы бы не продавать полные пакеты. Зачем? Я не знаю. Просто не знаю. Они думают, что кто-то будет, кто-то реально покупает игру только за зомби-режимы, видимо, и на этом не могут сделать много денег. А вот 10 ноября, это просто супер и хардкорный день. Я не знаю, нужно брать, наверное, отпуск или отгул на этот день, или может заболеть специально чем-нибудь, желательно чем-нибудь нехроническим. Но выходят аж 3 игры, 3 масштабных игры, игры в больших франшизах. Ну, естественно, больше всего привлекает Fallout 4. Fallout это Fallout. Здесь даже не надо описывать почему или что, или что там. Там есть всё. Там есть всё. Там есть нелинейные повествования, там есть интересный мир, там есть классные диалоги, там есть нормальная сюжетная линия интересная. В общем, если Тодд Ховард смог скомбинировать то, что он сделал в третьей части с тем, что он сделал, с тем, что сделали Obsidian Entertainment Fallout New Vegas, да, и скомбинировать всё это, сделать очень разнообразный геймплей и так далее. И, в общем, сделать всё круто, круто, будет просто потрясно. Я... Не, нечего сказать. Это... Это для многих ещё до выхода как бы на прилавке стал игрой года. Это игра. Но, если вдруг кому-то не нравится RPG, то для них выходит Rise of the Tomb Raider. Продолжение той самой игры, которая многим пришлась по вкусу. Tomb Raider 2012 года. Нас снова ждёт Ларка, которая будет подыхать от всего, но теперь более борзая, крутая. И снова с луком. И там жопу отрасили, по-моему. Выходит, игра пока что на Xbox 360, Xbox One выйдет, по-моему, в начале 2012 года. Также на Windows. Какой конкретно Windows? Так и не говорят. Windows 8, Windows 10. Что вы поддерживаете? Фиг его знает. Может быть, эксклюзив будет какой-то. Ну, в общем, это можно посмотреть. Я посмотрел сравнение Xbox 360 версии и Xbox One версии. По идее, ничем не отличается. Если честно, по некоторым скриншотам, некоторые скриншоты даже с Xbox 360 версии выглядят лучше. Ну, понятно, что там на Xbox One версии будет 1080p, будет чуть получше графон, но как-то, как-то, лично я на это внимания не обращаю. Не знаю, как вы. И StarCraft 2 Legacy of the Void выходит также 10 ноября. Ещё одна часть StarCraft. Я, по-моему, ещё в школу заканчивал, по-моему, когда StarCraft 2 выходил или я в универ входил. В общем, я не знаю, зачем они так долго выпускают. По-моему, они хотели каждый год выпускать. Для кого они это делают? Зачем они это делают? Кому нахер сдалась эта сюжетная история? Не знаю. Blizzard делает всё, что захотят. Я, как бы, ничего про StarCraft 2 говорить не буду, но хочу просто сделать вам, ну, сказать вам пример, да, такие два примера, когда вот, которые вам отлично надо понять, то, что Blizzard очень умные и хитрые жопые, так сказать. Вы знаете, Heroes of the Storm они выпущили мобу, которая никому нахер не звалась, никто в неё не играл, и они мне по 10 писем прислали, мол, ооо, посмотри на это, посмотри Heroes of the Storm, ты можешь укладывать свои видосы на YouTube. Они даже нашли меня через YouTube, представляете? Они мне сами написали, то, что если я приглашу друзей, я получу Diablo в подарок, и вообще всё круто у нас, смотри, начался Overwatch. Молчание. Я, по-моему, даже со вкладом договорился, чтобы мне прислали приглашение в бету. Молчание. Они понимают то, что их игра вот Heroes of the Storm никому не нужна была, и они начали приглашать, мол, давай, посмотри, а Overwatch, это как бы, это такая, знаете, более казуальная штука, как бы, в неё могут все играть, это шутан, он более популярный, и всё, тихо, знаете, тишина, молчат. Не-не-не-не, мы тебя приглашали в Heroes of the Storm. Да нахера ты нам взду сдался, Overwatch? Иди в жопу, ты нам не нужен, ты кто? Ты кто ты? Кто? Мы тебя сами находили? Не-не-не, такого не было, такого, так вот. То есть, я вообще, они реально хитрожопые засранцы, они делают всё, чтобы прозвольствовать свой проект. Поэтому Blizzard, которые были в 2000, какого-то там, в начале 2000-х, и Blizzard сейчас, это разные люди, потому что сейчас это не Blizzard, это Activision Blizzard, и вот что они хотят сделать со Старкрафтом, я не понимаю, может там какие-то, конечно, изменения в мультиплеере, но покупать в третий раз игру ради мультиплеера, это для меня загадкой остаётся, тем более, что история там как-то вот такая вот. Если честно, я играл в Старкрафт 2, самый первый, который выходил, я прошёл 3 миссии, мне стало так скучно, что я просто взял и выбросил её. Я просто взял и выключил, мне скучно было. Просто одно и то же, одно и то же, отстрой базу, пойди туда, пойди туда. Мне, если что, нравятся такие игры. Warhammer 40 000, Dawn of War, Dawn of War Winter Assault и ещё-ещё там. Ещё был Soulstorm и ещё Dark Crusade. Dark Crusade был вот. Я все пришёл прямо в Soulstorm. Soulstorm тоже был скучным. Но вот Старкрафт 2 я просто не мог терпеть. Это скукотища. Её играть просто невозможно. Если тут то же самое, мне даже нечего сказать. Мне нечего сказать, потому что я просто вторую часть не смотрел даже. 13 ноября выходит очередная итерация Football Manager 2016. Я думаю, что любители этой игры уже предзаказали, любители этой серии, уже предзаказали игру и уже ждут, когда они смогут, потирая ручки, смогут снова поменеджить эти различные футбольные клубы. Я думаю, в описании эта игра не нуждается, как и все выше представленные. Так что вот они, громкие релизы. Но у нас есть еще стим. В стиме... В общем, когда я потратил полчаса на исследование новинок стима ближайших, то я смог выделить несколько категорий. Там есть в целых три игры про кошек. Кошки, там, я не знаю, которые фритуплейные, кошки, которые будут я не знаю, пародировать все возможные игры и так далее. примерно 10 визуальных новелл я нашел. И практически все игры без сценика. То есть они стоят без сценика и все. То есть это какие-то новые инди-разработки, в общем, и всякие пиксель-арты. В общем, то, от чего бы уже блевать хочется, если честно. Никто это покупать не будет. Но я смог выделить две игры, которые могут вас заинтересовать. Первая это игра The Living Dungeon. И вот здесь как раз его можно вам показать. Как вы понимаете, это определенная определенного вида настольная игра, в которой у вас, вашего напарника и вообще вы можете играть аж в девятером в эту игру, по очереди естественно в нее. У вас есть различные ходы, при помощи которых вы должны прийти к успеху. Это абсолютная инди-разработка. Никакой не Early Access, полноценная игра, сразу покупаете, играете и вообще. И еще 7 ноября выходит в общем помните игру Bloodbath Кавказ. Вот очередной издатель ее, да, помните? Вот очередной шедевр от этих разработчиков. Вы только посмотрите на арт замечательный, если что, это визуально не было тоже. Я уж не буду вам зачитывать полностью описание этой игры, но там что-то про криминальную Россию, про то, что некто Павлик Морозов, я не помню, как его зовут, если честно, вернулся откуда там, непонятно откуда, теперь он хочет найти свой путь жизни. В общем, остановиться можно, смотреть на эту игру, еще на ее название, потому что называется она Спокойно! Back to the USSR! 2.0 Ну, а у меня все с этим выпуском InGames, обо всех интересах релизах на физических носителях я поведал, и о цифровых в Стиме тоже, я честно вам все проштудировал в Стиме, все, что было, и вот выделил только две этих игры, причем спокойно Back to the USSR, покупать сейчас не стоит, это просто ради прикола вам и сказал, да, ну а у меня все, встретимся через две недели, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok